Раньше я жила с бабушкой Меня снова забрала мама Хотя сама говорила, что на меня у нее времени совсем нет Она все время на работе Или уходит потом по каким-то своим делам Даже в парк со мной не ходит И в кино тоже Никуда Я хотела заниматься танцами А там оказалось, нужно много платить и еще костюм нашить Мама сказала, что на это нет денег Для меня у нее никогда ничего нет А когда я пошла в школу Она на меня еще больше стала кричать и злиться Я все уроки сама делаю А она все равно недовольна Значит, она меня не любит Но если я никому не нужна Вот возьму и убегу от всех Посмотрю, как вы потом заговорите Наш проект Служба поддержки ребенка в семье Реализуется на базе с 2013 года На базе фонда «Дорог к дому» Который спонсируется ОАО «Северстад» С 2015 года наш проект работает по технологии Раневое выявление семейного неблагополучия И работы со случаем Различные кризисы в семье являются С нарушением детско-родительских отношений В соответствии с чем выявляется ряд проблем С которыми к нам обращаются наши партнеры То есть они нам подают сигнал Из различных учреждений Таким учреждением являются Здравоохранение, это поликлиники Детские сады, школы В сигналах указано Какие проблемы выявлены у данного ребенка И уже здесь на базе нашего проекта Мы разбираемся И каждой семье мы выделяем куратора Который работает непосредственно с семьей Куратор связывается с семьей С мамой чаще всего, может быть с папой Связывается, выходит к ним домой Если же семья категорически против того Чтобы мы сегодня к ним вышли в семью То мы первоначальную встречу назначаем у нас в фонде Либо где им удобно будет Цель деятельности психолога нашего проекта Сопровождение семьи на этапе кризиса Чаще всего заложником которого являются дети И сопровождение это широкое понятие Прежде всего мы имеем ввиду первичную профилактику То есть информирование родителям по любым вопросам Воспитания, развития ребенка Для того, чтобы избежать неблагоприятных моментов В жизни семьи Это может быть, например, подготовка ребенка К поступлению в детский сад Переезд на другое место жительства К посещению школы Мама и папа Мы с вами не роботы, живые люди Мы иногда с вами радуемся Грустим по каким-то поводам Иногда проявляем, ну, какую-то сердитость, злость Поэтому важно давать ребенку обратную эмоциональную связь Говорите ему, например, я рассержен Потому что у меня что-то произошло на работе И я сейчас не готов с тобой поговорить Давай поговорим об этом позже Замечайте успехи детей, их эмоции Например, я вижу, что ты злишься Почему? Чем я могу тебе помочь? Мне в таких случаях помогает И приведите пример из твоей жизни Например, поговорить с другом Заняться спортом Важно отмечать не только отрицательные эмоции Но и какие-то положительные важные моменты в жизни детей Например, я радуюсь, когда у тебя что-то получается Ты выучил стихотворение Молодец, здорово Очень часто, когда разговариваешь с детьми И спрашиваешь, а как ты думаешь Почему мама или папа так поступают? Например, заставляют тебя делать уроки Приходить вовремя домой Дети отвечают, что родители нас не любят И им так нравится делать Или они считают, что это правильно А по-другому никак нельзя И когда начинаешь разбираться в том Почему это произошло на примере каких-то притч, мультиков То меняется отношение детей к ситуации К самому себе и к родителям И тогда, если вы будете открыты с ребенком Он в естественных условиях научится выражать свои чувства Сочувствовать и сопереживать им другим И контролировать свои эмоции Уважаемые родители Если вы столкнулись с кризисом Или ваши дети сейчас замыкаются Или у них конфликты в школе Или конфликты в семье Не забывайте, что мы рядом И всегда можем вам помочь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова